приветствую друзья давайте так я вот этот микрофон несчастный приближаю опять потому что интересное явление происходит но как будто какой-то комар вот вот просто залетает как будто бы и все время сбивает программу компьютерную там вот где микрофон и мне время от времени пишут что у вас звук такой тихий но иногда мне хочется сказать вы тоже у себя проверьте может быть у вас потому что это же все таки система связи давайте мы так сделаем вы здесь тоже напишите про звук потому что мы будем с романом проводить ликбез а потом может быть вебинар а может быть сразу вебинар вы напишите как вы хотите чтобы мы сделали а теперь я хочу сказать вам интересную вещь дело в том что оказывается еще раз еще раз я утверждаюсь в том положении что люди они так устроены что они боятся как бы сами себя и друг друга когда долго человека не видишь я сейчас не про романа нет нет ни в коем случае я говорю про всех людей потому что у нас есть такая особенность когда мы давно друг друга не видим даже друзей которых знаем по 40 50 лет и вот предстоит встреча вот этот элемент новизны этот элемент неизвестности всегда немножко напрягает у нас возникает страх не так поймут не так услышат как оценят как подумают и мы не являемся в этот момент такими знаете раскрепощенными расслабленными свободами как были в момент когда мы например прощались полтора года назад ну к примеру и вот это как раз таки проблема мешает людям понимать друг друга потому что на самом деле в человеке лежит творец в его геноме потому что вся эволюция вселенной лежит творец лежит любовь за стенками этого страха страха ошибки быть непонятым и так далее и каждый раз каждый раз вот это вдруг включается среди людей а поговорить с человеком поговоришь 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 обменяешься впечатлениями мнениями и опять выходишь на моё себя и ты выходишь и он выходит и она выходит даже в круге друзей правда а иногда помогает себе шампанским сняли лишние зажимы сняли лишние напряжение напряжение чуть отрегулировалось до какой-то степени и уже свободнее разговариваешь уже тепло говорить уже хочется уже душа включается они только страх шаблоны стереотипы мышления вот она в чем дело почему люди часто не понимают друг друга потому что внутри них есть любовь если убрать страх а вначале включается страх я так это подчеркнул немножко словами что вы на это обратили внимание внутри человека любовь если убрать страх потому что когда он общается общается когда новизна ушла когда он адаптировался он уже опять как человек понимает скивает хочет обнять пожать руку ну да 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 поэтому люди напьются там ты меня уважаешь ты меня уважаешь это очень важный момент потому что и слово любовь и слово любовь оно слишком эмоциональное поэтому люди не всегда понимают что значит любить ближнего обнять его что ли нет имеется ввиду но давайте так остановимся на слове уважение давайте романа спросим что такое уважение что там лежит корни этого слова потому что я абсолютно убежден что уважение возникло из любви просто это социальное слово современное потому что слово любовь сложно понять сложно понять потому что она слишком эмоциональное так вот вопрос заключается в том что нормальные люди соберутся нормальном состоянии все равно придумать что-то интересное то у меня афоризм такой но стоит затесаться среди них от амулп хоть одному примитиву все усиливают как песок да и хлопок хлопот потом не оберешься еще что я придумал раньше это у меня в книжках написано и в сайте стрессу у меня есть там список афоризмов пожалуйста посмотрите и я придумал раньше еще такую вещь интересную знаете человек становится личностью побеждая страх и помогает ему в этом любовь любовь во имя чего он это делает вот я уже проводил примеры когда мать спасая ребенка подняла тяжелую вагонетку которую потом несколько мужиков на место не могли поставить во имя чего и вот когда человек становится самим собой когда самим собой а самим собой это творцом творцом любовь творчество это все взаимосвязанные вещи просто людей разделили между собой эмоции страха и поэтому непонимание друг друга мы все одинаковые если мы нормальным состоянием нормальным состоянием нормальным состоянием мы все друг другом можем услышать и поэтому в культуре в культуре когда мы не совсем нормальном состоянии но кто-то не выспался у кого-то доминанты эмоции он во власти этих эмоций ему кажется что он уже все понял ума перебивает кого-то слово уважение это как раз таки и в любовь это есть любовь на современном уровне уважение поэтому детей учат уважать старших вообще уважать человека поэтому ему же не скажешь люби человека уже не поймет вот в этом разбирательстве надо разобраться как говорится понять вот что я всего лишь на всего хотел сказать ведь такая простая речь а сколько там много глубины чтобы пройти от любви к уважению ну да вы эволюция сознания эволюция понимания и понимаете слышит меня тот который это также чувствует а люди часто во власти эмоции и не слышит да и особенно психологи должны это понимать потому что многие психологи они ведь когда видят например что у нас бесплатные ликбезы есть я там все время выставляю приемы короткие простые действующие официально признанные они думают ну раз у него бесплатные ликбезы чем мы будем на него ссылаться и говорить о методе ключ и говорить об этой школе чех будущего хомо футурус зачем нам это надо мы тоже хотим что ли без денег остаться да нет же деньги все зарабатывайте пожалуйста я же тоже хочу делать без денег жить то невозможно просто надо как говорится понимаете как правильно это все делать правильно что было а правильно этот когда есть гармония между тобой и душой и телом это правильно когда делаешь с душой когда делаешь по совести это правильно да это правильно поэтому я вот это вот часто по на рассказал потому что в принципе это все вместе можно назвать открытое сердце у меня есть такой афоризм люди с открытыми сердцами хоть и делают ошибки идут правильной дорогой больно бывает конечно больно это опыт больно это опыт а метод ключ это обучение человека мыслить не шаблонными внимание еще раз повторю мы обучаем мышление не шаблонном так раньше никогда не учили школе обычные учат шаблонными шаблоны да но вы все прекрасно знаете повторение матючинки учения и попадаете в ситуацию неизвестности как сегодня а шаблоны не работают а мы занимаемся тем чтобы со скоростью инстинкта самосохранения вместо страха выскакивала идея как сориентироваться и как решить вопрос вот этим мы занимаемся для этого надо научиться управлять и управлять энергией страха а для этого на вебинарах я рассказываю показываю методику как выйти на нулевое состояние перезагрузиться чтобы в момент страха вы скачивали ваши вопросы в памяти которые надо решить и тогда энергия переходит туда на решение этих вопросов да поэтому школа наша называется школа человека будущего homo futurus и нами нашими советами и нашими методиками которые мы разрабатываем вместе с вами со всеми участниками пользуются очень много людей да и поэтому от того что они укажут про нашу школу они только помогают ей развиваться потому что сегодня она как никогда нужна видите что происходит на планете а эта школа человек будущего школа человечности и оказывается что человечность именно та основа с помощью которой человечество спасается человечность да друзья а для этого надо учиться преодолевать страх и уважать друг друга а потому что это одно и то же до встречи